Всем-всем-всем привет, мои дорогие друзья! Я вас сегодня встречаю в соседней с нами деревне. Посмотрите за мной, какое красивое, уже вспаханное поле. Здесь нам собаки не дадут поговорить, поэтому я чуть-чуть отъеду подальше. Ну вот, здесь и вид посимпатичнее, хотя я просто встала на другую сторону дороги. Там, где уже что-то взошло на поле, какие-то посевы. Друзья, в этом ролике, значит, не буду делать долгих отступлений, хочу с вами поговорить о заблуждениях, которые у многих в головах сидят, тех, кто не живёт в Беларуси, о заблуждениях о Беларуси. И одно из этих заблуждений – это то, что здесь всё очень дёшево. Это вот прям, да. Для тех, кто хочет полюбоваться засеянными полями и распаханными, сниму панораму. Вот деревня, вот чуть-чуть я от неё отъехала. Это соседняя с нашей деревня, через которую идёт дорога на Гродно. Вот это уже наш агрогородок луцкавляны. И я всё время езжу по этой дороге, когда еду в город. Так вот, я вам сейчас покажу один дом, который продаётся в соседней с нами деревне, в деревне Рогачи. Посмотрите на него, полюбуйтесь, подумайте, сколько может стоить такой дом в деревне за 30 километров. Ну, здесь 28 километров от Гродно. В деревне есть магазин. Ходит автобус три раза в неделю у нас тут. В принципе, из агрогородка, до которого здесь около двух километров. Автобус ходит каждый день, там по несколько раз, я не помню, там шесть или семь раз идёт автобус до города. То есть тут пешком дойти буквально 20 минут до автобусной остановки. Вот подумайте, сколько может стоить вот такой дом, который вы сейчас видите на своих экранах. Сколько может стоить такой дом в такой деревне. О стоимости этого дома я вам расскажу в конце ролика. Я, ребята, вообще к чему завела этот разговор-то? Просто под предпоследним роликом об обзоре дома в деревне Сухари, который продаётся. Ну, кто ещё не видел, может зайти на канал и посмотреть этот ролик. Комментарии, конечно, знаете, ну это я не знаю, никаких комиков не нужно. Иногда читаешь комментарии и просто словно юмористическую передачу посмотрел. Как всегда, очень много возмущений, что дом продаётся очень дорого, что в него нужно вкладывать, там нужно делать ремонт и так далее и тому подобное. Почему-то у всех такое мнение, я не знаю, какие-то установки, что в Беларуси дома, ну, стоят там 2-3 тысячи долларов. И это прям дворец-дворец, то есть там всё будет внутри, будет ремонт, будут удобства, все в доме, вода заведена, там канализация, всё такое. Ну, сами понимаете. Вот, то есть прям всё, а уж за 10 тысяч вы купите не просто дворец, а ещё с хрустальным мостом, там через ближайшую реку. И там, я не знаю, ещё с конюшнями, с придворными и так далее. Вот, то есть я так понимаю, что почему-то вот такие вот мысли у тех, кто не живёт в Беларуси, про Беларусь. Что здесь дома стоят, ну, прям какие-то вот копейки. Потому что я уже сталкивалась с теми случаями, когда мои подписчики приезжают сюда, в Беларусь, имея, ну, скажем так, сумму до 10 тысяч долларов и в надежде купить шикарнейший дом где-то рядом с Гродно, там, ну, вот в округе 30-40 километров. И они с удивлением вдруг обнаруживают, что за 10 тысяч долларов, ну, в эквиваленте, здесь в Гродненском районе не купишь шикарный дом, а это будет обычный деревенский дом с удобствами на улице, с бабушкиным ремонтом, который делался в 60-х годах прошлого века, с такой же бабушкиной мебелью, ничего не имея против бабушек, но тоже мебель будет с 60-х годов прошлого века. И так далее. И у них вдруг наступает разочарование, что как так? Мы-то думали, что здесь прям мы за 10 тысяч долларов сейчас приобретем себе шикарный дом, шикарное жилье, а оказывается нет. Я уже, конечно, в ранних роликах об этом уже неоднократно говорила, но кто смотрит мои ранние ролики? Никто не смотрит. Все вот смотрят вот этот вот с обзором дома и начинают писать. Хорошо, друзья, я вам уже показывала неоднократно дома, которые с ремонтом, со всеми удобствами, с канализацией, вообще с мебелью даже часто продаются, со всей бытовой техникой и так далее. Что вы мне пишете под такими роликами? О, это же очень дорого! Да, я вам показывала недавно дом, который продается за 85 тысяч долларов. Но он, правда, в Гродно, да, в центре прям Гродно. Вернее, это не дом, а квартира в трехквартирном доме. Но он похожий на частный. Вот. Сейчас на улице Ленина в Гродно продается дом за 170 тысяч долларов. За 170 тысяч долларов. Но это в городе, да. Вот. В деревне у нас, я вам показывала, в агрогородке, в Луцкавлянах продается дом за 18 тысяч... В РУ за 23 тысячи. За 23 тысячи долларов. Пожалуйста. Там и ремонт, и все сделано. За 40 тысяч долларов продается второй этаж дома в тех же Луцкавлянах. Тоже с ремонтом, со всеми удобствами. Пожалуйста. Есть такие дома, но все по деньгам, друзья мои. Вы хотите, чтобы, как говорится, ничего не заплатить, но все выиграть. Так не бывает в нашей жизни. И да, я говорю, что можно сделать в этом доме, допустим, то-то и то-то. Можно сделать ремонт, можно завести канализацию, можно завести воду. Как вы, те, кто смотрит мой канал давно, видите, мы точно в такой же деревенский дом. Все делаем, делаем ремонт, завели воду, сделали канализацию. И, как говорится, живем-поживаем. Правда, там тоже некоторые написали под моим роликом о кухне, что как вы можете жить в таком сарае. Но, знаете, я буду лучше жить в сарае, но зато у меня будет душевное спокойствие. Это, знаете, самая ценная вещь в нашей жизни, в этой земной, это душевное спокойствие. Так вот, в этом доме, пусть он похож на сарай, я обрела душевное спокойствие. А больше мне ничего не нужно. Поэтому, да, можно сделать, друзья мои. Ну, еще раз повторюсь, там, где это сделано все, там, где сами хозяева этого дома все сделали, то этот дом не будет продаваться за 6 или 8 тысяч долларов, он будет продаваться за 18-33 и так далее, до 40 тысяч. Ну, это если в деревне, будем говорить. Так что, друзья, не думайте, что Беларусь такая уж вот дешевая страна. Наоборот, она достаточно дорогая. Плюс Гродненский район, Гродненская область. Гродненская область, она огромная. Будем считать Гродненский район. То есть, вот эта округа в пределах 50 километров от города, то есть, это 20-30, особенно 20-30 километров от города, это очень дорогая недвижимость. Просто-напросто потому, что, друзья, здесь географическое положение. Здесь за одной улицей Литва, а за соседней улицей Польша. Здесь до Литвы 30 километров, по-моему, если я могу ошибаться, ну, что-то в этом духе. И до границы с Польшей тоже там 30 километров. То есть, буквально за полчаса вы можете доехать до Европы. А это дорогого стоило недавно. Но пока еще белорусы и жители Гродной, Гродненской области надеются, что рано или поздно все это закончится, и мы опять начнем ездить все друг к другу в гости. Так что, когда вы будете переезжать в Беларусь или даже ехать сюда в гости, не думайте, что здесь все дешево. Наоборот, бензин здесь намного дороже, чем в России. А сотовая связь здесь прилично дороже, чем в России, я вам скажу. Особенно для иностранцев, то есть, ну, для россиян в том числе. То есть, если вы будете брать здесь симку, то связь вам будет намного дороже обходиться, чем в России, и для тех, кто живет с белорусским паспортом. Ну, вот так зарабатывают здесь на всем, чем только можно. То есть, продукты, ну, продукты я вам показывала уже неоднократно. Да, белорусского производства может быть чуть-чуть подешевле, чуть-чуть, чем в России. Все остальное, техника, бытовая техника, я имею в виду. Там телевизоры всякие и все такое. Здесь намного дороже. Поэтому, друзья, снимаем с глаз розовые очки и перестаем думать о том, что Беларусь это такая бедная, несчастная страна, и люди здесь нищие. Нет, люди здесь достаточно зажиточны, деньги есть у белорусов. И поэтому ценники на свои дома, допустим, на протажу, здесь выставляются согласно рынку, уж будьте уверены. Ну, а я, как видите, уже сижу на парковке. Тут соседняя машина со мной рядом. Потому что я приехала в город для того, чтобы развеять еще один миф о Беларуси. Вернее, утверждение одно. Но, значит, расскажу сейчас небольшую предысторию, друзья. Под роликом у Коза Дозы, может быть, кто-то знает, такой канал. Это Костя и Татьяна, которые живут тоже в деревне, в Нижегородской области. Я очень давно смотрю их канал. Так вот, под этим роликом написали комментарий, что в Беларуси запрещена одна книга. И что тех, у кого эта книга есть, могут прийти к ним с обыском. И, в общем, да, все закончится плачевно. Когда в 1987 году мы познакомились с мужем, оказалось, что и у меня, и у него была эта книга Оруэлла. Мы перечитали ее несколько раз и жили с надеждой, что все же это предупреждение великого мастера услышат. Но, увы, сегодня антиутопия ожила во всей своей красе. У нас в Беларуси книга запрещена. Поэтому, если у нас будет очередной обыск, то нас посадят за книгу в Беларуси сейчас так, как в этой книге. Ну, я, конечно, ответила, что это бред, ничего не запрещено. Но мне написали, опять же, что будьте осторожны, в Беларуси эта книга запрещена. Обыски у них, конечно, были, но книги не нашли. Меня удивило это, потому что я ни разу не слышала, что в Беларуси эта книга запрещена. И тут же полезла в интернет, чтобы это узнать. В общем, что будет дальше, давайте смотреть. Я сама не знаю, что будет дальше. Я сейчас попробую эту книгу найти в книжном магазине. Но у нас сегодня воскресенье, друзья. Я бы так поехала в обычный просто книжный магазин, отдельно стоящий, скажем так, которого в Гродно немало. Но у нас сегодня воскресенье, Пасха, 16 апреля. Уже вечер. В общем, я вот вечером тут выбралась в город. И зайду в магазин в торговом центре Тринити, магазин ОЗ. Он в основном работает через интернет заказы, но, естественно, в торговом зале тоже есть у них очень много книг. Я посмотрела на сайте. На сайте написано, что она есть в наличии, эта книга. Поэтому я просто сейчас зайду в этот магазин и спрошу, есть ли у них эта книга в наличии. Если нет, то, наверное, тогда придется ее заказывать через интернет. Ну, не знаю, посмотрим. Так что пойдемте смотреть. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну, вот, собственно, я ее нашла практически сразу. В твердом переплете, правда. Наверное, дорогой стоит. Ниже ценника. 21 рубль, 71 копейка. Но должна быть еще в мягком переплете. Сейчас спрошу. Нашла сразу две. Как раз я, в общем-то, их и хотела. Обе. И даже дешевле. Дешевле, смотрите, 16 рублей, 23 копейки. Вот, пожалуй, я ее и возьму. И даже, ребята, я нашла на скидке еще и эссе. На скидке стоит 20 рублей 30 копеек. Как вам это нравится? Такую взять? Тут еще и эссе есть. Наверное, такую возьму. Эту пока вот положила. Еще одна. Тоже две. Два произведения, две книги. И по стоимости сейчас удобно. 17 рублей 81 копейка. У меня прям глаза разбегаются. Помните, я вам рассказывала про и показывала странную композицию? Вот по этой книге, типа того, она созданная. Достаточно толстенькая книга. Неудобно одной рукой, друзья, снимать, держать. Она на белорусском языке. Я бы, конечно, наверное, взяла, но по-белорусски я вряд ли смогу прочитать. Вообще здорово. Будя на болоте. Вот тоже знакомое очень название. По-моему, я такое читала. Кстати, внизу еще одна. 1984. В мягком переплете. Зашла в другой магазин, друзья. И нашла еще и вот это. Это офис тонн. Это уже не книжный магазин, но книги здесь тоже продаются. Здесь больше все канцтовары и все для офисов. 44 рубля. С иллюстрациями, друзья. С иллюстрациями. Сейчас попробую открыть что-нибудь, где есть иллюстрация. Очень мне неудобно, потому что вот. Потому что у меня пакет с уже купленной книгой. В другой руке телефон, как видите. Вот такая красивая книга. Ну, 44 рубля. Это, конечно, круто. Но в качестве подарка может подойти. Взяла молочный коктейль в заведение, которое у нас теперь работает без названия. Вообще мы открыты, пока на нем написано. А взяла этот коктейль, потому что, друзья, сегодня мы пробовали суп-солянку. Об этом вы можете прочитать на Яндекс.Дзене. И теперь я безумно хочу что-то холодного. Друзья, для тех, кто недавно на моем канале, я хочу напомнить, что у меня на Дзене есть тоже канал. Называется он Побег в курятник. На нем я не публикую видео, которые публикую в Ютубе. А пишу статьи в основном, посты и поднимаю такие вопросы, которые на канале в Ютубе я не поднимаю. И вот последняя моя статья про колбасный суп, после которого я очень захотела какого-нибудь молочного коктейля. Можете прочитать на Дзене. Всех приглашаю подписываться. Буду очень рада вас видеть и там, а не только на Ютубе. Ну что, друзья, купила я вот этот вариант. Мне здесь больше понравилась бумага. Ах, все-таки как неудобно одной рукой снимать. Бумага такая более белая, шрифт получше. Знаете, я уже достаточно плохо вижу. Хочется такую приятную книгу держать в руках. Поэтому заплатила чуть-чуть подороже, но взяла вот этот вот вариант. Он тоже же был со скидкой. 1984 я читала, но это было очень давно, друзья, еще до того, как я проснулась, скажем так. Тогда эта книга на меня не произвела особого впечатления. Но вы знаете, что сейчас она достаточно актуальна. Думаю, надо перечитать. Она у меня есть в Нижнем, ну, в Нижнем Новгороде, там, где я раньше жила. И как-то пока сейчас там все это, все книги у меня обраны в кладовку. Когда я туда приезжаю, честно говоря, не до этого не ищу я там никаких книг. Хотя периодически у меня возникают мысли привезти сюда эти книги. Но здесь их просто некуда ставить. Несколько штук у нас здесь есть. Я целую библиотеку. У меня там, знаете, очень приличное количество книг. Сюда, конечно, в наш деревенский дом не поместится. Поэтому вот я решила купить эту книгу здесь. Пусть она будет. И здесь тоже. Скотный двор я не читала. Поэтому тоже будет что почитать. Ну, а 1984 освежу в памяти. Думаю, что в наше время это не помешает. А вам я хочу сказать, друзья, не верьте всему тому, что пишут в интернете. Это специально делается. Я понимаю это, естественно. Но иногда, знаете, там это так все завуалировано написано, что кажется, что это пишет обычный человек. И только по некоторым там каким-то их оговоркам ты понимаешь, что это специально обученные люди, которым специально за это заплатили. Не верьте тому, что там пишут о Беларуси или о России. А лучше проверяйте все сами, своими глазами. Вот я вам сейчас показала пример того, что в Беларуси эта книга не запрещена. Ее спокойно можно купить в магазинах. Не в одном, как видите. И в разных-разных изданиях. И по любой цене. В общем, скажем так, на любой вкус. И не думаю, что кого-то арестуют за то, что эта книга у них дома. На этом я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Всех люблю, целую. До свидания. Скоро увидимся. Так вот, друзья, возвращаемся к дому из соседней с нами деревни. Стоит он 50 тысяч белорусских рублей. Объявление я увидела на куфоре. Ссылку я вам дам в описании, как всегда. Можете поинтересоваться, почитать описание этого дома. Там, правда, нет фотографий почему-то. Хотя я догадываюсь, почему. Но у меня, конечно, вопросы по стоимости к этому дому. Но, видимо, у хозяев есть какой-то тайный план. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!